Сдувшаяся российская оппозиция затевает очередной митинг. На этот раз за сменяемость власти. Они будут кричать о том, что выборы куплены, а с коррупцией никто не борется. Потом расскажут, как негуманно и подло вмешиваться в украинские дела и обязательно попросят вернуть Крым. А главное, предскажут, что в России скоро будет нечего есть, ведь санкции, эмбарго, изоляция. Но кто эти справедливые судьи и объективные аналитики? Давайте познакомимся с ними получше. Михаил Касьянов. Миша 2%. Именно такой была его доля за каждый подписанный документ. Держит свои деньги на Западе, а не в спасаемой им России. Отмывал доходы через Банк оф Нью-Йорк. Встречался с американскими политиками и требовал усиления санкций против Российской Федерации. Обещал вернуть Крым Украине. Илья Яшин. Поддерживает проведение гей-парадов и осуждает запреты публичных акций ЛГБТ со стороны властей. Живет на подарки от бизнесменов, с которых не платят налоги. Встречался с американскими дипломатами в Костроме. И, наконец, Алексей Навальный. Дважды осужденный мошенник. Говорит, что зарабатывает работой адвокатом, но не выиграл в суде ни одного дела. Встречался с американскими дипломатами в Костроме. Сознательно спровоцировал беспорядки на Болотной, чтобы пропиариться на крови. И эти люди будут говорить высокие слова о правде, честности и правосудии. Им не нужна справедливость, не нужна демократия. Их не заботит, что будет с Россией завтра. Все, чего они хотят, это деньги, которые работодатель заплатит им за каждого, кто придет на митинг, марш, акцию. Хочешь, чтобы трудолюбивые оппозиционеры получили зарплату? Приходи на митинг.